Всем ауджа-буду, пацаны! Сегодня я покажу вам, что писать мелодию в FL Studio 20, даже если у вас нет ни одного стандартного плагина, это просто. Почему вы погасите? В первую очередь, потому что там много треков, и почти в каждом из этих треков более или менее стандартная современная трэповая мелодия. И мы напишем довольно простую, но тем не менее супер-мега-классную, какую интересную мелодию, и сделаем это полностью на стандартных плагинах. Приступим! Первым делом мы добавим flex. Ну и опять же сейчас скажу, типа, ооо, ты говоришь, что все мелодии простые. Нет, я так не считаю. Но я считаю, что если ты не умеешь писать мелодии, то начинать стоит с простых. И я сейчас покажу, как более или менее простую и понятную каждому мелодию можно прописать. И давайте начнем. Essential Strings и Sealous Sustain. Вот. Наш темп 141 удар в минуту, и наша подсказка Scale Highlight, это F-Sharp, Bridgen Scale, Free G-Sky Light, Fa-Dies, Minor. И нет, недостаточно круто. Не круто. Не круто. То, что нужно. Ctrl-B, 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 но с Shift-ом несколько раз стрелочку вниз, и идеальный, идеальную мелодию мы уже получаем. И Ctrl-B, чтобы клонировать, нажимаем. Последний звучок с Ctrl-ом выделяем. Shift- стрелочка вниз, и идеально. Даже наш любимый всеми тейп утверждает, что прописать ударные поверх лупу в 2019 году, который, кстати, подходит к концу, может даже хлебушек. Так что надо уметь писать мелодии. И следующим нашим звуком будет Strat A, который уже знаком вам по мелодии в стиле Gonflada. Если вы этот ролик не смотрели, то обязательно посмотрите. У него будет тоже сумасшедшая мелодия. Вот такая. Слушайте. Нет, не так. Вот так. А вот здесь будет вот так. Снова C. А вот здесь вот снова D. И давайте сделаем его покороче. Круто, да? Просто неподражаемая мелодия. И здесь вот тоже опустим на C, потому что здесь у нас тоже C. Правой к нам кумышке два раза. Щелк-щелк. Переходим. Другой звук. Идеально. Суперкруто. На самом деле не очень, но... Потому что это будут наши инструменты в виде пэда. То есть то, что будет на заднем плане. Сейчас мы добавим основной звук, и он будет из GMS. Нажимаем вот сюда выбор пресета. Wise Lab. И выбираем самый первый колокольчик, который звучит вот так. То есть он почти что арп, но не совсем. Типа два звука в одном. Звучать он будет вот так. То есть мы опять же идем по подсказкам и прописываем супер-мега простые мелодии. То есть фа диез, ре диез, до диез, я хотел сказать. И здесь снова до диез. И он будет отстукивать супер-мега простую мелодию. То есть совпадать с каждым ударом по метроному. Вот. И это можем повторить. Только здесь у нас будет D. Здесь тоже будет D. А здесь будет уже C-шарм. То есть сначала фа диез, до диез, до диез, ре. Фа диез, ре, ре, до диез. Вот на самом деле, вот как вам удобнее? Потому что когда я говорю ре вместо D, мне начинают писать типа... А, да чего? Мы же все в FL-ке, так же проще. Де написано, да и говори. Когда я начинаю говорить D, все просто в комментах разрываются. Это же неправильно, это же не по-нашему, говори по-нашему. Блин, я, короче, я ХЗ, я буду говорить и так, и так. И здесь можно сделать G. Здесь мы можем это продлить, с SHIFT-ом перетянуть и получить. А здесь вот C, C. Вот, и естественно, все это на октаву вверх. И добавим третью мелодию, она тоже будет на G. Месси. Это будет еще один колокольчик, который уже будет наш ритм делать более интересным. Выбираем пресет, тоже из Vice Labs. По-моему, это стандартный пак. И вот выбираем Fairy. Потому что наша мелодия должна быть чистой. И мелодия будет тоже просто неподражаемой. То есть мелодия у нас реально трехнотная. Мы используем Fa-диез, мы используем Do-диез и мы используем Re. Опять же, я не говорю вам, что используйте только такие мелодии. Я вам хочу сказать, что если вы хотите научиться писать мелодии, то начать стоит с чего-то более-менее простого. То есть мы пишем в основном, написав как бы основную пэдовую нижнюю мелодию и по ней выстраиваем все остальное, ориентируясь исключительно по Scale Highlighting. Который, кстати, включается. Alt-V. Вот так вот эти нотки. Ghost Channels. Да, Ghost Channels и Scale Highlighting мы используем. Теперь мы можем все это продублировать. Шифтом перетаскиваем. И вот. Кроме одного. Здесь мы это удаляем и просто продублируем вот это. Потому что у нас здесь как же мелодия нижняя на Do-диез. Теперь давайте скинем все это на микшер и начнем увлекательнейшую обработку, которая тоже будет за счет полностью стандартных плагинов. И... А, да, и чуть не забыл. Как только это видео соберет 2000 лайков, то проект вот этого всего окажется в моем паблике ВКонтакте, ссылка на который будет в описании. Но это еще не все. Естественно, поскольку там флекс-нефлекс, я каждую эту дорожку звуковую зарендерю. И будет 4 дорожки, 4 инструмента, 4 отдельных рендера, которые вы сможете, в общем-то, на самом деле использовать конкретно в данном случае как угодно. То есть вы можете поковырять эту мелодию или написать с ней бит и прислать в комменты под постом с этим проектом. Короче, я не знаю, так или иначе, используйте как хотите. И еще, если вам интересно, я могу тоже все это доделать и сделать фри бит. Ну, как бы, если интересно, напишите в комментариях. В любом случае, все вот это окажется в паблике ВКонтакте. Приступим дальше. Супер-мега-сложной обработки. Начнем с самого первого инструмента, потому что первым его добавили. И мы можем повесить на него вот это, параметрика Q2, чтобы просто отпилить ему часть лишнего верха и низа. Вот как-нибудь вот так. То есть, чтобы совсем не кастрировать его, но тем не менее, отпилить все ненужное. Второй инструмент гораздо более интересный. Мы накинем на него в первую очередь Fruity Reverb 2. Давайте пока уберем Dry полностью, то есть сухой звук, и оставим только обработанный. То есть, вот это эквалайзер, по сути. Так мы выбираем отпилить из хвоста вверх. Вот так вот вверх весь оставлен. Вот так вот вверх весь запилен. Мы сделаем вот так. И, соответственно, с низом. Вот так весь низ запилен, вот так весь низ оставлен. И отпилим бас. Где-нибудь до трех секунд поднимем Decay. Даже чуть меньше можно. Early Reflections добавим. Early Reflection переводится как ранние отражения. И чуть-чуть Dry. То есть, это будет наш тоже такой заднеплановый атмосферный инструмент. Идеально. Теперь на это все дело нужно повесить параметрик. И здесь уже вот эту штучку повернем. Вот так вот покрутим. Бам. И мы получили Low Cut, он же High Pass. Отпилим. Сделаем то же самое здесь. Покрутим фильтр. Тип фильтра. И отпилим чуть вверху. И еще нам серединку бы хорошенько отпилить. И еще, на самом деле, это не обязательно. Но вот, например, вы можете на него повесить еще и эффектор. Если очень хочется. Если не хочется, вешать не надо. Ну, просто вы так можете. Тут куча всяких эффектов. Например, Байпас отключаем. И можно Dry.Wet убрать. Можно на Fledger наложить. Но я хочу повесить немножко Low Fire. Немножко звона, чтобы добавить. И, конечно же, Gross Beat. Как же без него? Пресет Momentary. И режим 1,2. Отпиливаем наполовину его. Можем повесить его перед параметриком. Вот так. Теперь основной инструмент. С ним тоже особо церемониться не будем. Просто параметрик и немножко Gross Beat обязательно. Также Momentary. Также 1,2. Также здесь отпиливаем наполовину. Поставим Gross Beat на первое место. Чтобы он же создает у нас низкие частоты. И чтобы их сразу отпилить, мы ставим уже после Gross Beat. Эквалайзер. Вот так. Слушаем. По-моему, неплохо. И мы уже, смотрите, за счет сочетания трех звуков, таких вот заднеплановых, которые все-таки нужно удалить. Удалить чуть подальше. Мы их оставим. Вот. И добавим второй основной звук. То есть мы уже за счет сочетания трех стандартных звуков и изи просто, изи обработок получили реально интересную мелодию. Которая использует, напоминает три ноты всего. И сюда на основной звук мы можем, чтобы сделать это еще более интересно, повесить такую штуку. Называется Pan-O. Pan-O-Matic. Pan-O-Matic. Я его называл Pan-O-Matic всегда. Он Pan-O-Matic называется. И здесь включаем LFO. Знаете, что такое LFO? Это Low Frequency Oscillator. Что переводится в низкочастотный осциллятор. То есть включаем, переключаем здесь на Pan. Включаем Amount на Maximum. Speed на Maximum. И слышим, что это такое. То есть он быстро-быстро бегает из стороны в сторону. Speed убавим. И Amount можно немного убавить. И получаем звук, который постоянно бегает из стороны в сторону. Еще мы можем на него, например, повесить Pfizer. Просто, чтобы стало чуть поприкольнее с каким-нибудь типа Aqua Nice. И, естественно, параметриком отпилим ему кучу-кучу-кучу низа. Чтобы он не мешал с основной мелодией. Слушаем с ней. Вот получаем такой прикольный, прыгающий немного звук. Вот так звучит все вместе. И смотрите, как проверить мелодию на нормальность. Что в ней ничего не мешает друг другу. Вы просто переключаете здесь в Mono. Вот так вот направо эту крутилку на мастере переключаете. Если при переключении на Mono слышно точно так же все звуки. То есть ни один звук полностью не теряется. То все в порядке. А если какой-то звук полностью потерялся. Если его вообще не слышно при переключении в Mono. Значит его можно смело убирать. Он тут лишний. Это не стопроцентный вариант. Но если опять же ты только начинаешь писать мелодии. То это отличный способ проверить свои мелодии. То есть чтобы потом не возникало проблем с этими частотными конфликтами. Еще что мы можем сделать. Мы можем например зайти в наш основной GMS. И нажать тут Alt Cube. И пресет Hip Hop он в разделе Levels. То есть сюда нажимаем. Вот Levels Hip Hop 1. И можем немножко подвигать его громкость. Его velocity. Чтобы он стал немножко человечнее. Жмем Accept. Вот как-нибудь так снова жмем Alt Cube. И здесь уже выбираем на стрелочку. Жмем Groove. Заходим. Push Pull Heavy. И вот как-нибудь вот так мы можем подвигать их немножко от сетки взад-вперед. Чтобы мелодия стала более, ну типа человечной. Давайте как-нибудь процентов на 70. Если мы приблизим, мы видим, что тут появляется небольшая задержка перед сеткой. И это действительно довольно прикольно звучит. Но не всегда. То есть это один из вариантов сделать мелодию чуть-чуть грувоее. Это прям не супер панацея. И теперь что мы можем сделать? Мы можем взять этот паттерн, чтобы типа поработать с этой мелодией еще как-нибудь интересно. Давайте мы его зарендерим. Вот сюда жмем. И жмем Render as Audio Clip. Жмем Start. Вот он зарендерился. Появился в разделе Аудиоклипы. Вот, вот. То есть это совершенно то же самое. Но теперь мы можем, например, включаем Stretch. Подвигаем его взад и вперед. Отключаем Stretch. Замедляемся до 135. Вот он стал чуть медленнее и чуть ниже. Но я думаю, что прикольнее будет, если мы сейчас ему просто питч опустим на 400 центов. То есть он с Fa-диез переместится на ноту Re. И, естественно, когда мы меняем питч, вот здесь вот в моде вместо Resample становится Auto. И это нормально. Вот такая получилась мелодия. Уже прикольно. Еще мы можем сверху накидать какой-нибудь дефолтный бит и послушать, как это будет звучать с ним. Это, как обычно, мой любимый 808 Urban. У него просто подкручена envelope, как обычно. И ударные звучат вот таким вот образом. Я думаю, что в них тоже нет какого-то сильного таинства. Короче, вот так звучит мелодия с битком. И напоминаю, что в мелодии использовано 4 инструмента. Все стандартные. Обработки все стандартные. На мастере только Soft Clipper. И вот так вот звучит и всего три ноты. То есть, реально, абсолютно каждый может написать такую мелодию. Я рекомендую вам вот этим всем заняться. Написать хотя бы несколько таких мелодий. То есть, в вашем распоряжении целое FL Studio. Там куча звуков и куча всего интересного. Так что, вот. И сейчас предлагаю вам послушать, как звучит абсолютно этот же бит. То есть, никаких больше обработок сверх того, что я вам показал, сделано не было. Просто я разбросал ударные по паттернам. Мелодии тоже разбросал на отдельные файлы. И немножко все это разложил на полноценный бит. И накинул сверху всего один звуковой эффект. Вот этот сирену из Kill Bill'a и акапеллу. В общем, давайте послушаем. По-моему, звучит круто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот звучит трекан. Да, просто накидываешь акапеллу и все становится действительно интереснее. Надеюсь, вам понравилось это видео. И я надеюсь, что вы после этого поймете, что не так уж сложно писать мелодии. И будете писать свои мелодии. Потому что это круто. Это интересно. Когда в вашем битве играет то, что вы написали полностью сами. Это гораздо круче, чем любой другой вариант. И, естественно, это ни в коем случае не камень в огород сэмплирования. Потому что я думаю, что нормальное сэмплирование, оно примерно наравне с тем, чтобы писать свои мелодии. И, в общем, если это видео вам понравилось, то ставьте ему лайк. И напоминаю, 2000 лайков, проект туда-сюда, как я, в общем, и говорил. Если вам, кстати, будет интересно, можете написать в комментариях. И я сделаю вот это из этого всего. То есть допилю это и сделаю фрибит, который я выложу в своем паблике с битами. Ссылка на который тоже будет внимание в описании. Ну, и с вами был Стас. Напоминаю, что чтобы заказать мой видеокурс по битмейкингу, напишите мне. Ссылка на меня в описании. Там же вы сможете узнать о нем все подробности. И вообще все-все. И подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно нажмите на колокольчик, если вы этого не сделали. А если нажали, то отожмите колокольчик. И нажмите вновь, чтобы получать все уведомления от моих новых видео. И, конечно же, посмотрите эти самые видео. Другие видео на канале, не менее, это и более интересные. И вот они, ссылки на них где-то здесь горят. Нажмите на то, что вам поинтереснее. И смотрите. И увидимся с вами в следующем видео. С вами был Стас. Пока.